нашими спикерами, с представителями городского психолого-педагогического центра, тоже соорганизаторы фестиваля «Люди как люди», которые поделятся с нами тоже своими наработками. Тоже мы будем говорить в очередной раз об информационной доступности, о ясном языке, но мы сегодня еще ни разу не упоминали о замечательном, прекрасном методе, который лично я очень люблю, под названием «Социальная история». «Социальная история» – это тоже метод упрощения и доступности для восприятия какого-то определенного материала, какой-то информации, которую мы хотим сообщить детям. И вот наши коллеги, я вижу вас, здравствуйте, коллеги, добрый вечер. Вы тоже набрались терпения и дождались своей очереди. Вы замыкаете сегодняшний марафон. Большое вам спасибо. И приветствуем вас на первом дне фестиваля «Люди как люди». С нами сегодня Обухова Анастасия, педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы. И Колганова Анастасия, учитель-дефектолог городского психолого-педагогического центра. Здравствуйте, две Анастасии. Мы передаем вам сейчас слово. Да, у нас Анастасия расскажет, они проведут мастер-класс, да, еще один интерактивный у нас формат. Да, немножко будет сложность из-за того, что вам придется посматривать чат на нашей трансляции, но я думаю, что мы преодолеем. Сегодня у нас цифровая доступность тоже в полном объеме, да, присутствует на нашем семинаре. Вы можете через показ экрана демонстрировать презентацию, если она у вас есть, да. И с чатом я тоже вам буду помогать, если аренда понадобится, если какие-то будут сложности. Передаю вам слово, коллеги. Мастер-класс под названием «Ясно-понятно. Особенности создания и адаптации текста для людей с аутизмом при коллаборации методов социальной истории и правил ясного языка на примере информационного сета о медицинской помощи». Вот такая вот тема наших коллег. Огромное спасибо за представление. Да, очень рада, что нам предоставили слово и что, уважаемые коллеги, дождались, когда мы будем готовы вам рассказать. Перед тем, как начать... Будем рады еще всем людям, кто смотрит трансляцию, представить ваш опыт, потому что у нас еще более 500 участников сейчас нас смотрят. Это безумно приятно. Я вижу, даже по чуть-чуть увеличился на пару мгновений. Перед тем, как мы начнем, я бы хотела немножечко рассказать вам о содержании, что нам с вами сегодня предстоит. Первонаперво мы расскажем про социальные истории, что это такое, чтобы всем было понятно, кто уже знает, я надеюсь, почерпнет что-то новое для себя, кто не знает, как раз ознакомится с таким потрясающим явлением. После этого мы бы очень хотели рассказать вам поподробнее про очень здоровскую технологию «Ясный язык». Мы поговорим очень конкретно. Помимо этого дадим ссылки на методичку, что весьма полезно, поэтому подготовьте, пожалуйста, ваши телефоны со сканерами QR-кодов. Мы за то, чтобы распространить эту потрясающую информацию на максимально возможное количество людей. И после этого мы бы очень хотели поделиться с вами информацией пока что о социальных историях с использованием правил ясного языка, которые разрабатывает клиника «Рассвет» совместно с нами и с некоторым количеством своих коллег. Прежде всего, я бы хотела немножечко рассказать про клинику «Рассвет» и про то, как все это происходило. В общем, клиника «Рассвет» довольно известная клиника, в которой принципы доказательной медицины и клинического мышления позволяют работать с довольно сложными диагнозами. К ним обращаются люди с совершенно разной нозологией, насколько я понимаю. И клиника «Рассвет» задалась целью сделать так, чтобы посещение врачей стало максимально комфортным мероприятием для всех своих пациентов и мои коллеги-педагоги. И я уверена, присутствующие родители понимают, что посещение врачей для наших с вами детей-подопечных довольно стрессовый момент, в связи с чем эти социальные истории очень важны. Поэтому не буду лишний раз задерживаться на этом слайде. Скажу лишь, что пока что социальные истории не до конца подготовлены. Они пока что еще находятся на стадии разработки. И они разрабатываются на основе социальных историй одной французской клиники. К сожалению, мое произношение не позволяет мне достаточно хорошо их представить. Но изображение с надписью есть в правом нижнем углу экрана. Пожалуйста, все, кто могут, могут ознакомиться. Да, и мы переходим к такой первой теме, которая у нас заявлена. Это просто метод социальных историй. Что же это такое? Как они составляются? И зачем они нужны? Метод социальных историй был разработан Кэрол Грей. Социальные истории – это такие короткие истории, предоставляющие информацию о социальных ситуациях и сопровождающиеся иллюстрациями. Основная цель этого метода – это улучшение понимания социальных ситуаций детьми с аутизмом. Ну, на самом деле, не только детьми. Мы можем использовать это даже для взрослых людей с аутизмом. На слайде вы видите QR-код, который ведет нас на сайт Кэрол Грей, посвященный социальным историям. Сайт на английском языке. Но вы можете увидеть там очень много примеров социальных историй, посвященных абсолютно разной тематике, подробнее узнать про этот метод и получить какую-то дополнительную информацию. В дальнейшем мы с вами увидим еще примеры, как же выглядят социальные истории. Но если обозначить коротко, что это такое, на что это похоже, это похоже на комикс, где есть картинки и подписи. И этот комикс про какие-то социальные ситуации, которые могут вызывать беспокойство, трудности у людей с аутизмом. Тут на слайде вы видите изображение книги, посвященной социальным историям. Книга довольно большая, довольно увесистая. И важно отметить, что создание социальных историй подчинено определенным правилам, которые описаны в этой книге. Алгоритм создания социальной истории включает в себя ряд шагов, и любая социальная история должна соответствовать десяти критериям. То есть на самом-то деле не любой комикс про социальные ситуации, которые мы можем вообразить и придумать, будет считаться социальной историей. Это довольно структурированный, довольно хорошо описанный метод. И для того, чтобы мы были уверены, что наша социальная история действительно правильная, корректная, что ее действительно этично и полезно использовать с нашими учениками, мы должны обращаться к рекомендациям, которые указаны в книге, чтобы наша история была грамотной и действительно помогающей. Какие же критерии туда входят? Я не буду подробно описывать их все, но немножечко обозначу некоторые штрихи, что важно учитывать. Социальная история должна иметь определенную структуру. В ней есть начало, есть основная часть, есть завершение, и в книге есть рекомендации, как они должны быть построены. Она должна быть доступна читателю, для которого мы ее составляем. Мы должны учитывать возраст, мы должны учитывать уровень понимания речи, какие-то культуральные особенности, какие-то, может быть, даже интересы и увлечения конкретного человека, для которого мы составляем историю, чтобы сделать ее такой более персонализированной, понятной и даже интересной. Социальная история должна быть написана в доброжелательной, в одобряющей интонации, то есть это не какое-то наставление, не какое-то строгое правило. Она должна быть написана так очень мягко, приятно, доброжелательно по отношению к своему адресату. Слова должны использоваться в прямом значении, точно обозначать именно конкретное явление, про которое мы хотим сказать, и это немножко пересекается с правилами ясного языка, про которые мы поговорим чуть позже. И также для создания социальных историй существует даже специальная формула. Это формула соотношения описательных предложений и направляющих. То есть социальная история в основном содержит два вида предложений. Описательные, которые что-то рассказывают, описывают, например, если это социальная история про посещение врача, как выглядит кабинет врача, что там может быть, что будет делать врач. И направляющие предложения. Это те предложения, в которых говорится, что нужно делать, как себя вести в этой ситуации, когда ты только зашел к врачу, когда врач, например, протянул тебе руку, когда врач хочет взять у тебя кровь. То есть такие более директивные предложения, которые говорят, как себя вести. И для того, чтобы социальная история была грамотной и соответствовала этому методу, она не являлась просто каким-то плодом нашего воображения, мы должны обязательно учитывать формулу и соотношение предложений, которые описывают происходящее, и предложений, которые говорят, а как себя вести. В социальных историях может быть представлена информация об очень большом спектре разных ситуаций. Это могут быть социальные истории про поведение в общении со сверстниками, не только со сверстниками, со взрослыми, с одним человеком, с группой людей. Там могут быть описаны правила поведения в общественных местах. Там могут быть описаны способы управления своим поведением и эмоциями, что делать, если вдруг я очень сильно злюсь и хочу что-нибудь кидать. Могут быть описаны правила личной гигиены и способы ухода за собой. И на самом деле хочется еще раз акцентировать момент, что основная цель социальных историй – это все-таки предоставление информации человеку с аутизмом о наличии каких-то правил поведения, о возможности как-то себя отрегулировать, о наличии каких-то правил общения. И социальные истории не являются таким строгим директивным методом, они не являются какими-то неписанными правилами. То есть если мы написали социальную историю, как себя вести, это не означает, что мы сразу решили все возникающие проблемы с поведением, что ситуация сразу стала нетревожной. Социальная история только предоставляет информацию, но если мы знаем, что мы пишем социальную историю для какой-то очень тревожной, очень травматичной для человека ситуации, мы должны комбинировать ее еще с какими-то методами, потому что социальная история – это все-таки про информацию, а не про какие-то неукоснительные, неотступные правила. Да, и вот здесь на слайде вы видите примеры социальных историй. Слева примеры социальной истории, что можно сделать, если очень злишься и хочешь бить маму. И справа социальная история про границы, про то, кого из людей можно обнимать, кого из людей нельзя обнимать, как вообще принято общаться. Эти социальные истории мы взяли с сайтов фонда «Выход» и с сайта «Особые переводы». Вы можете обращаться к этим источникам, если есть потребность найти какую-то социальную историю для себя. И также я напоминаю, что у нас есть сайт «Кэрол Грей», где можно найти социальные истории на английском языке, ну, можно их как-то адаптировать под себя. И книги, которые были на предыдущем слайде, тоже есть очень много примеров социальных историй с разборами на все случаи жизни. Но в любом случае, чисто из практики, имея в наличии готовой социальной истории хотя бы картинки из них, всегда можно подобрать что-то необходимое именно для вашей социальной истории, даже если конкретный нет ни на английском, ни на каком-то еще языке. При желании, конечно, можно дополнительно нарисовать. Это, опять же, на любителей и на умельца. Но мы вам дали над чем подумать, поэтому все остальное в ваших руках. Да, и мы завершаем на какое-то время тему социальных историй. Мы к ней еще вернемся чуть позже. И сейчас мы коротко расскажем про второй метод, который участвует в нашем мастер-классе, в нашем докладе. Это ясный язык. Ясный язык или easy to read – это инструмент создания или адаптации текста при сохранении его основного смысла, делающий его доступным для любого читателя. Ясный язык был создан в Европе в 60-е годы для людей со слабыми навыками письма, чтения, понимания речи. И в России он появился в 90-е годы. Тексты, написанные на ясном языке или адаптированные под его требования, доступны для людей с ментальной инвалидностью, для пожилых людей, для детей, для людей, которым сложно воспринимать информацию на неродном языке. То есть на самом деле это очень широкий круг лиц, для кого адаптация текстов может быть очень сильно полезной. И наверняка многие из вас когда-нибудь учили иностранный язык и сталкивались с какими-то простыми текстами, которые приведены в учебных пособиях. И некоторые из этих текстов мы тоже можем отнести к ясному языку, потому что требования простоты, требования понятности, требования отсутствия двусмысленности в этих текстах тоже присутствуют. Поэтому для нас с вами в некоторых ситуациях тексты, написанные на ясном языке, тоже могут быть очень полезны. И на ясном языке на самом деле могут быть созданы различные по содержанию тексты. Это могут быть законодательные документы, которые не всегда просто понять. Это могут быть меню в кафе, учебные материалы, тексты, экскурсии, статьи в журналах, карты города. На самом деле любые-любые материалы. Что же нужно сделать, чтобы создать текст на ясном языке? Во-первых, я хочу также обратить ваше внимание, что на слайде есть QR-код, который ведет на сайт, белорусский сайт, где можно скачать методические рекомендации по созданию текста на ясном языке. Мы с вами сегодня на некоторых рекомендациях тоже остановимся, но наиболее полно с примерами вы можете ознакомиться вот в таком методическом пособии. Там все прекрасно, здорово расписано. Что же нужно сделать, если мы хотим перевести текст на ясный язык? Нам нужно адаптировать в этом тексте саму текстовую информацию. Нам нужно подобрать и адаптировать графическую информацию, картинки, таблички, диаграммы, если они у нас есть. И нам нужно оформить текст также специальным образом в соответствии с определенными требованиями. Если текст написан на ясном языке, то в верхнем углу размещается логотип, который вы видите наверху, такой вот на синеньком фоне. Также очень важно отметить, что рекомендуется, чтобы в создании их текста на ясном языке обязательно участвовали эксперты-оценщики из той категории людей, для которой мы этот текст создаем. Например, если мы создаем социальную историю для детей, для молодых людей с аутизмом, то для того, чтобы понять, действительно ли мы хорошо адаптировали текст на ясный язык, действительно ли он теперь понятный и подходящий, нам нужны люди, которые смогут нам об этом рассказать. Как правило, в оценке текста участвуют 3-4 эксперта-оценщика. Они сначала проходят специальное обучение, и потом уже могут участвовать в подборе каких-то материалов, в адаптации и в оценке того, что мы уже сделали. Текст на ясном языке может быть создан или адаптирован для какого-то конкретного человека, если у нас есть такая необходимость, например, какой-нибудь, какая-нибудь та же самая социальная история или какой-то конкретный материал для ученика. Текст на ясном языке может быть адаптирован под какую-то конкретную группу людей, например, под учебный класс мы можем адаптировать учебный материал, но также текст на ясном языке может быть адаптирован или создан для очень широкой группы людей. Например, если мы создаем какую-нибудь карту города или какое-нибудь описание, которое располагается в музее, описание экспоната, то это уже будет текст, который мы адаптируем не под конкретного какого-то пользователя, а адаптируем под широкий круг людей и стараемся учитывать все возможные сложности, восприятия, с которыми могут столкнуться наши адресаты. И сейчас мы немножко поговорим о тех принципах, которые лежат в основе создания, адаптации текста на ясный язык. Дальше. Во-первых, нам нужно адаптировать текстовую информацию. На самом деле все требования довольно интуитивно понятны, и мы слышали, что и в предыдущем докладе такие требования к текстам озвучивались. И на самом деле в требованиях к социальным историям, то есть в совершенно другом методе эти требования тоже есть. В ясном языке рекомендуется использовать часто употребляемые слова, избегать сокращения и аббревиатуры, избегать частицу «не». Насколько это возможно, опять же. Иногда это просто нереально, но если есть такая возможность, то лучше это сделать. Также по возможности рекомендуется избегать сложные слова, специальные термины, но если такой возможности нет, если действительно важно назвать вещи своими именами и упростить их сложно, то значение сложного слова поясняется прямо в тексте. То есть в ясном языке не делается отдельная сноска. Если мы написали, что когда ты подойдешь к кабинету офтальмолога, тебе нужно постучать, то дальше мы можем прям в следующем предложении написать. Офтальмолог – это врач, который лечит глаза. То есть основная мысль в том, чтобы не нужно было дополнительно прилагать усилия для поиска информации по непонятному слову. Эта информация выдается сразу же для облегчения восприятия и понимания. Также рекомендуется, чтобы в тексте одни и те же слова обозначали одно и то же. Это значит, что если мы пишем текст про школу, мы должны все время называть ее школа. А если мы сначала пишем учреждение, потом организация, потом здание, потом школа, имея в виду один и тот же объект, это может внести путаницу восприятия. Если мы выбрали называть школу школой или учреждение, то до конца текста мы ее только так и называем и больше никаким образом. Рекомендуется использовать активный залог вместо пассивного, избегать многозначных слов, а также слов и фраз с переносным значением, каких-то крылатых выражений, всего, что может быть не понято или понято каким-то не тем образом. Для текстов ясного языка такое не подходит. И также рекомендуется максимально использовать короткие предложения. Если у нас есть какое-то длинное предложение, мы его разбираем так, чтобы в одном предложении была одна мысль, чтобы она была емкая и предложение не занимало кучу-кучу места. Также нам важно обратить внимание на то, какие картинки, какие изображения мы подбираем. Нам нужно использовать графические изображения, которые понятны людям с интеллектуальными нарушениями. Текст и изображения должны соответствовать друг другу в точности. К одному изображению подбирается только одно предложение или одна смысловая часть текста. И изображения должны быть одного стиля, формы, размера. Сами изображения на самом деле могут быть абсолютно разные. Это могут быть настоящие фотографии, это могут быть пиктограммы, это могут быть нарисованные картинки. Тут мы ориентируемся скорее на нашу целевую аудиторию, то есть делаем мы этот текст для детей, для взрослых людей, какие особенности у них есть. И вот особенно в адаптации к подбору изображений нам могут помочь эксперты-оценщики. То есть мы можем предлагать им разные варианты, и они уже будут выбирать, какое изображение более понятно, более подходящее. И какие же есть приемы оформления текста? Рекомендуется использовать простые шрифты с оптимальным расстоянием между знаками. Проще говоря, это должно быть читаемо, ничего не должно сливаться, наползать друг на друга. На это должно быть удобно смотреть и удобно читать. Без финтифлюшек, без каких-то дополнительных изображений, да? В тексте используется один шрифт на протяжении всего текста. Лучше избегать курсива, любых каких-то изменений текста. Мы можем использовать подчеркивание, но лучше только в крайнем случае, чтобы не было тоже слишком много полос, которые могут рябить и затруднять восприятие текста. Также не рекомендуется выделять текст цветом. Черный текст на белом фоне, большая часть текстов на ясном языке выглядит именно так. И в ясном языке каждое предложение начинается с новой строки. То есть вспоминаем, если у нас было до адаптации под ясный язык предложение было очень длинное, мы делим его на несколько, и при этом каждое предложение находится на новой строке. Для упрощения восприятия, опять же. Да, ну и тут просто такой наглядный пример. Как делать надо, как делать не надо. Да, слева у нас красно-синий текст, выделенный желтым цветом. Такой текст нам не подойдет для текста на ясном языке. И справа то, что мы можем считать текстом на ясном языке. И на этом я передаю слово моей коллеге. Здесь я бы хотела уточнить у организаторов, сколько у нас есть времени на поиграть, или мне побыстрее с этим справятся. Могут ли мне ответить? Раз мне не еще хотят отвечать. Коллеги, у вас есть 15-20 минут времени, спокойно совершенно, так что все, что вы запланируете, у вас есть возможность рассказать, потому что вы последняя на завершении. Не хотелось бы всех задерживать, время таки позднее. Давайте, раз уж мы заговорили про позднее время, мне кажется, самое время поговорить о еде. Давайте поговорим о пасте фитучини. До этой презентации я не до конца понимала, что это такое, признаюсь честно. И мы предлагаем вам предложение, которое не прошло обработку ясным языком. Оно может быть недостаточно понятно для людей с особенностями, в связи с чем мы предлагаем вам найти слова, которые было бы неплохо либо упростить, либо назвать по-другому, либо дать им определение, что было бы максимально важно. Есть ли здесь в тексте такие слова, которые нам бы стоило изменить? Есть ли здесь слова, которые непонятные, возможно, какие-то формулировки непонятные, и мы могли бы что-то с этим сделать? Что с этим сделать, мы вам предложим. Ваша задача лишь найти, к чему придраться. Пожалуйста, коллеги, очень ждем вашей активности. Коллеги, у нас просто в ВК небольшая задержка, поэтому... Один секунд, я помню. Да, 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 чуть-чуть подожди. Подожди, наверняка. Да, пожалуйста. Но я уже вижу, что вам отмечают заменить пасту на макароны. Так, неплохое замещение, мне нравится, действительно. Мы бы единственное... Наше предложение озвучим, раз уж вы сразу нашли пасту, да. Мы бы внесли некоторую ясность, что в Италии все макароны называют пастой. Здорово, что нашли пасту первой, отлично. Да, многие пишут про пасту. Я вижу, что пишут фетучини, баланьезе, паста. Да, это сложные слова, действительно. Мы могли бы уточнить, что фетучини – это плоские длинные макароны. Про соус мне показалось, кто-то что-то писал. Про соус я бы хотела, мы бы хотели с Анастасией внести ясность, что соус в Италии – это все, что добавляют к макаронам. Также мы бы расписали, что именно мы имеем в виду под сливочин с шпинатным соусом, в частности, его состав. Что это вообще такое? Никто еще не успел к этому придраться, но... Да, подожди, я не успел... Шпинатный. Да, шпинатный, придрались, отлично. А что такое шпинат вообще? Мы бы внесли ясность, что это все-таки такое съедобное растение. Не все знают, что это такое, поэтому стоит уточнить. Да, отлично. Баланьезы, помню, да, сказали, что это довольно сложное слово, да. Мы бы внесли поправку, что это такое. Что баланьеза – это мясо, помидоры, зелень, приправы. Отлично. И вот с соусом на выбор. Я вот один комментарий буквально видела. Это был отличный комментарий. Спасибо огромное автору, что можно немножечко переформулировать, что вы можете выбрать, какой соус добавить вам. Да. Огромное вам спасибо за активность. На самом деле, в такое вечернее время и такая активность – это греет душу спикеру, на самом деле. И главное, такая продуктивная, успешная. Вы так внимательно все заметили. И очень быстро это сделано. Спасибо вам огромное. Давайте мы продолжим. Я бы хотела немножечко, буквально пару слов рассказать о тех социальных историях, которые уже сейчас адаптируются и апробируются в клинике «Рассвет». Как я уже сказала, очень многие наши подопечные, наши дети сталкиваются с огромным количеством трудностей, когда нужно ввести их ко врачу. Еще не попав в кабинет врача, возникают некоторые сложности. И социальные истории, которые подготавливает клиника «Рассвет», могли бы нам помочь, не столько нам, сколько нашим детям и подопечным, справиться с некоторыми непонятными, травмирующими, волнующими ситуациями. Здесь мы вывели не все, но довольно внушительное количество историй, которые сейчас уже проходят обработку. Они будут использоваться, когда будут готовы. Но заметьте, насколько они актуальны, на мой взгляд. Мы так посоветовались, выбрали самое актуальное, что прям вот такое животрепещущее. Мне, например, до сих пор очень нервничаю от офтальмолога с каплями в глаза. Я не знаю, наверное, это какая-то моя личная история. Здесь я бы очень хотела рассказать вкратце о самих социальных историях, как они выглядят, как их обрабатывают. Здесь вы видите неконечный вариант. Пока что работа идет именно над адаптацией текста, над изменением слов, над упрощением. Все в соответствии с правилами ясного языка. Насчет картинок. Пока что они оригинальные. Во всей презентации, которая будет дальше, они изначально взяты с сайта французской клиники. В дальнейшем они будут перерисовываться, адаптироваться на наш менталитет. Мы взяли одни из... Вот капля в глаза. Я помнила, что я их взяла. Мы взяли несколько социальных историй, просто чтобы продемонстрировать вам, как это примерно выглядит. Как уже было сказано ранее, каждой картинке соответствует некоторая смысловая часть. Здесь вы видите, не везде предложения перенесены на отдельную строчку. Но опять же, как я сказала, это не конечный вариант. Мы вынесли то, что у нас сейчас есть, у нас и наших коллег. Просто чтобы вы понимали, как эта работа происходит на данный момент. Капли в глаза, лично травмирующая меня часть. Измерение давления, насколько я знаю, особенно с периодом ожидания, молчаливого ожидания, пока меряется давление, довольно такой стрессовый момент. Также нам показалось, что довольно интересная социальная история о боли. Здесь объяснение, что это такое. И также нам показалось, что будет очень интересно посмотреть объяснение, как ребенок или же пациент, уже взрослый, может сообщить о том, что он напуган или ему больно. А здесь немножечко интерактива. Нам наши ведущие разрешили побольше времени на это взять. В связи с чем, давайте чуть-чуть поиграем. Здесь мы на самом деле придумали эту социальную историю немножечко из головы, взяв картинки из оригинальных социальных историй и наделали здесь кучу ошибок. Ваша задача, уважаемые коллеги, родители, в любом случае слушатели или же зрители, указать нам на несостыковки, на то, что бы нам стоило изменить в этой социальной истории, может быть, добавить, может быть, изменить, может быть, сделать как-то по-другому. На любой лад, мозговой штурм, что придет вам в голову, мы готовы выслушать любые предложения. Ну, очень воодушевлены тем, как вы показали себя на предыдущей игре, поэтому мы очень сильно ждем ваших предложений. Да, всех смутила Флостик. Флостик – это действительно довольно сложное слово. Я бы сказала не то, чтобы «довольно». До этих социальных историй я не знала, что эта штука так называется. Да, это действительно такая специальная зубная нить, которая приделана к палочке-держалочке, я бы так назвала. Да, действительно, нужно изменить... Мы бы убрали отсюда это сложное слово, либо внесли пояснение, что это такое. Опять же, само изображение, как вы видите, зубная нить здесь есть. Здесь именно... Да, с зубной щеткой согласна, но здесь мы рассказываем именно про зубные нити и аналоги зубных нитей. Про зубные щетки я бы сделала просто отдельную картинку и под нее написала бы про... про зубную щетку вообще, как ей пользоваться и прочее. Здесь именно такой уход за зубами в перерывах между обращениями к зубной щетке. Я вижу, что у нас есть еще разные другие комментарии. Очень хорошие. Разбить предложение на части, каждой части подставить рядом картинку. Да, это тоже возможно, чтобы это было еще более коротко и внятно. То есть отдельное предложение про зубную нить и отдельное предложение про флосс-стик. Отлично. Благодарим, коллеги. Да, флосс-стик всех смутил. Я рада, что у него получилось это сделать. Давайте перейдем к следующей истории. Что вас смущает здесь? Что бы вы предложили сделать с этой социальной историей? Я вижу, что очень многих смутила частица «не» в предыдущем слайде. Опять же, лучше избегать этой самой частицы «не». Но если такой возможности нет, а такое бывает, ничего не поделать. Придется идти на какие-то жертвы ради облегчения понимания. Если вы понимаете, что убрав эту частицу «не», вы усложните текст, лучше все-таки оставить эту частицу. Это меньше жертва, чем нежели усложнение текста. Вот я вижу, пошли комментарии. Да, отлично. Вижу комментарии по этой социальной истории. Да, частицы «не» здесь прям совсем нам не подходят. Мне очень понравились комментарии. Сижу спокойно. Да. Действительно. Да. Вместо запретов лучше написать, что можно делать. Да, отлично. Мне нравится. Можно разделить на два простых предложения, что в целом тоже очень хороший подход. Да, великолепно. Написать, что делать. Качаюсь на люстре нереально. Я бы хотела посмотреть, кто бы с этим справился. Но да. Это моя небольшая вольность. Не могла себе в ней отказать. Сами понимаете, коллеги. Да, мне очень понравилось замечание к коротким предложениям. Великолепно. Сижу спокойно, жду приема. Да. Благодарю вас. Это изумительно. И очень единогласно, я бы сказала. Давайте посмотрим на следующую социальную историю. Что бы вы могли сказать о ней? К чему можно придраться здесь? Пока. Ожидаю. Пока я вижу комментарии по предыдущей. По предыдущей социальной истории. Все еще восхищаюсь ею. Да, отлично. Есть комментарий, что текст на этой социальной истории слишком сложен. Да. Качество восприятия очень непонятное. Мы специально замудрили настолько, насколько нам это представилось возможным. Действительно. Да, конечно. Да, всех очень смутило, что очень сложный текст. Да, действительно. Да, тут прям даже есть предложение, как упростить. Вместо задать вопросы тут есть вариант спросить. Да, отлично. Спасибо. Врачу, возможно, действительно нужен халат. Мы не спорим, но пока не идет адаптация изображений, мы вам ничего серьезного сказать не можем, потому что к этой работе еще не приступили. Поэтому пока не акцентируем на это излишнего внимания. Но если сочтут это необходимым, то... Я видела в нескольких клиниках очень классные халаты с динозавриками, машинками. Может быть, в качестве адаптации было бы неплохо. Но на самом деле, если мы говорим об адаптации социальных историй в соответствии с требованиями ясного языка, в соответствии с требованиями к методу социальных историй, мы можем просто ориентироваться на то, какая форма у врачей в конкретной клинике, для которой история создается. То есть должно быть соответствие тогда вот с этим. Я бы сказала так, максимально возможное соответствие. Мы понимаем, что некоторые вещи мы просто не сможем учесть, но все, что мы сможем, мы должны. Просто от вас можно сказать. Еще раз скажу, что картинки оригинальные, из французской клиники. Поэтому, пожалуйста, оставьте их в покое. Они не наши. У них свое видение этого процесса и того, как это выглядит. Честное слово. Я, если честно, даже таких скулик не всегда видела в некоторых клиниках. Да, огромное спасибо за участие в интерактиве. Вы потрясающие зрители. Вы были действительно великолепны. Мозговой штурм – это самое прекрасное, что сегодня было за весь мой вечер. Большое вам спасибо. Я думаю, что... Да, спасибо за внимание, коллеги. Так, мы остановили. Закрыть. И мы готовы к возникающим вопросам. Коллеги, большое спасибо. Это было замечательное выступление в конце дня. Действительно, такая живая реакция в чате. Мы ее сейчас с удовольствием. Сколько бодрости, да, как у спикеров, так и в чате, собственно говоря. Да, как будто бы мы только начинаем. Это просто здорово, что эта тема, она действительно актуальна, она держит внимание. Она злободневна, и она очень важна при работе с нашими детьми. Да, у нас, я не знаю, вот действительно, когда идет восьмичасовой семинар, да, вот обычно все-таки все подустают, и что уж говорить, и спикеры, и участники. Но здесь я вижу такое живое обсуждение, подогретое в данном случае экспертами, что, ну, просто замечательно. Спасибо вам большое. Мы увидели в вашем исполнении, в исполнении коллег из ГППЦ, замечательный мастер-класс, да, с еще, как бы отображающий еще один компонент вот этой самой информационной доступности. И в целом, вы знаете, мне хочется, конечно, уже подытожить то, что у нас сегодня происходит. И дальше я передам слово Евгении еще на некоторое время для того, чтобы она все-таки анонсировала яркие события, которые будут уже завтра и послезавтра. Все-таки, да, еще раз спасибо нашим коллегам, уже отключились, и я тогда позволю себе несколько резюмировать то, что мы сегодня увидели. А увидели мы, в принципе, то, что и ожидали предварительно. Мы увидели, во-первых, что информационная доступность – это крайне важный блок, да, крайне важный блок, связанный с сопровождением лиц с расстройствами аутистического спектра, и далеко не только с расстройствами аутистического спектра. Второе, что мы увидели, это то, что этот блок информационной доступности включает несколько разных аспектов, несколько разных компонентов, которые связаны, как мы увидели в начале, да, Да, шла речь о адаптации каких-то в общественных местах информации, мы посмотрели вопросы, связанные с коммуникационной доступностью, увидели то, что связано с учебной доступностью информационной, это очень важно, да, в образовательном процессе. И то, что называется информационная доступность в электронных ресурсах, да, то есть все блоки, все эти тематические блоки, которые мы заявили в нашем семинаре о информационной доступности, по сути, мы сегодня увидели. И за это мы благодарим, мы очень признательны всем нашим экспертам, повторю, нашим соорганизаторам и нашим партнерам, главным из которых является фонд Сбербанка «Вклад в будущее». И, конечно, важным выводом по итогам семинара является то, что мы понимаем необходимость внесения поправок в нормативно-правовую базу, это то, что мы уже проговорили несколько раз. Второе – это накопление методической базы, чтобы вот у всех этих компонентов информационной доступности, да, был бы какой-то регламент, были бы какие-то методические материалы или стандарты, которые нам позволяют это делать, технологии отработанные. И, конечно, после этого, когда такие материалы уже появятся, то будет идти речь о достаточно широкомасштабном обучении специалистов. А, безусловно, это все должно произойти не силами какой-то одной организации, а, безусловно, в содружестве. Вот на этом, на этих выводах, да, вот на этом резюме, я считаю, что нам нужно в содержательной части семинара остановиться. И в завершении первого дня фестиваля «Люди как люди» я хотел бы передать, как и сказал, слово моему напарнику, сегодняшнему соведущему Евгении. Евгения, кстати, спасибо вам за модерацию, ваша модерация, как всегда, прекрасна. И несколько слов тогда о том, что нас ожидает завтра и послезавтра. Спасибо большое, Артур Валерьевич. Я всех поздравляю с завершением первого дня нашего фестиваля. Фестиваль, посвященный Дню информирования об аутизме 2 апреля. Мы все сегодня, и название нашего стола очень перекликается у нас с названием этой даты, да, мы информируем об информационной доступности. И сегодня было сказано действительно много слов. Здесь замечательная фраза в чате. Нам всем нужны ясные картинки и ясные тексты. Это действительно так. Поэтому не буду вас сейчас перезагружать лишней информацией. И модераторы чата мне сейчас помогут донести до вас тот огромный гигантский масштаб программы, которую мы запланировали на оставшиеся два дня. Для тех участников, которые находятся у нас в регионах и не могут приехать завтра в Москву, мы сообщаем о том, что у нас работает большое количество площадок в регионах. На сегодняшний день у нас зарегистрировано более 170 площадок в 59 регионах Российской Федерации. Наш фестиваль является всероссийским, инклюзивным фестивалем. И если вы зайдете на наш сайт 2апреля.рф, вы помимо нашей всероссийской программы увидите еще и региональные программы. Ищите, возможно, в вашем городе в эти дни тоже 1 и 2 числа будут проходить мероприятия. Для тех же, кто находится в Москве или кто хочет продолжать следить за нами дистанционно, завтра большой праздничный день торжественного открытия, торжественной части фестиваля пройдет на главной площадке в Царицыно. Царицыно – это государственный музей-заповедник, который уже в пятый раз принимает наш фестиваль, становится главной площадкой. И все дискуссионные, острые форматы, касающиеся каких-то наиболее актуальных проблем, правоориентации, ранней помощи, образования, доказательного подхода, инклюзии – все это вы сможете завтра не просто увидеть своими глазами, если приедете в Царицыно, но и посмотреть через прямую трансляцию. Я сейчас попрошу Елену, нашего модератора, скинуть ссылочку на сайт, который будет вести трансляцию всех мероприятий из Царицыно. Завтра вы сможете подключиться, увидеть и выступления спикеров, и концерт детей, которые приедут выступать, и торжественную часть фестиваля, которая будет завтра, а также ссылочку на всю программу главной площадки Царицыно, потому что изучайте. Она действительно очень насыщенная, очень животрепещущая, разнообразная. И я думаю, что каждый из вас найдет там для себя интересные точки. Приглашаем и родителей, и специалистов. И там будет ограничение, все сняты. В музеях теперь не нужны QR-коды, поэтому будет и зона мастер-классов для подростков. Можете приезжать с детьми, если вам интересны мастер-классы, тоже заходите и изучайте эту часть программы. Я непосредственно буду завтра вести круглый стол, посвященный инклюзивному музею и доступности учреждений культуры. Это мероприятие начнется в 11.15. Подключайтесь, коллеги из регионов. Я видела, что у нас сегодня с нами были и библиотеки, и музеи на связи. Всех жду на нашем круглом столе. Будут очень интересные кейсы и инструменты рассмотрены. А Артур Валерьевич у нас будет вести тоже очень интересную дискуссию, дискуссионную площадку по доказательному подходу в 14.15, по-моему, если я ничего не путаю. По доказательному подходу, и несмотря на страшное название, которое кому-то знакомо, кому-то незнакомо, это будет абсолютно живая дискуссия, посвященная тому, как же все-таки родителям удостовериться и в какой-то степени быть уверенными в том, что та помощь, которая оказывается их детям, это помощь достаточно квалифицированная. То есть мы будем обсуждать простые индикаторы, на которые в данном случае могут ориентироваться родители. Поэтому я, конечно, как модератор приглашаю на это интересное мероприятие. Вообще можно попасть сначала на одно, потом на другое. То есть в данном случае нет никакой запараллельной... Мы не пересекаемся, да, мы себя прорекламировали. Поэтому мы, как модераторы, будем рады видеть вас на наших мероприятиях и на всех остальных. Тоже очень лучшие эксперты в России завтра будут в Царицыно. Я думаю, что эти дискуссии будут интересны и специалистам, и родителям, потому что очень много той информации, которую нужно знать родителям, будет завтра представлено на этих дискуссиях. И, конечно же, суббота. Суббота – это семейный день фестиваля «Люди как люди» на нашей огромной площадке на ВДНХ. Центральный павильон «Дом культуры», который целиком будет отдан фестивалю «Люди как люди». Обязательно приходите, смотрите, находите на карте павильон «Дом культуры», мастер-классы и на улице, и внутри, лекции от специалистов всех организаций, которые входят в оргкомитет фестиваля. Тоже торжественный концерт, масса сюрпризов. И будут работать еще мероприятия в других павильонах. Фестиваль ВДНХ не только в «Доме культуры», но и в других павильонах. Лена, пожалуйста, киньте нам тоже ссылочку на программу ВДНХ. Как раз целиком с семьями, с особенными детьми, с детьми без особенностей развития, с подростками, взрослые специалисты, родители, приезжайте все. Как раз ВДНХ – это площадка для всех. Субботний вечер замечательно провести будет именно в этом месте. На ВДНХ мы находимся совсем недалеко и тоже с удовольствием в субботу посетим это мероприятие. С 13 до 20 будут работать мероприятия на ВДНХ в субботу. Ну, а с учетом того, что там будет очень хорошая погода, как я смотрю, будет солнечно, хоть и не очень тепло. Я думаю, что будет здорово еще и погулять. Если можно, да, Евгений, я хотел бы анонсировать еще про журнал «Аутизм и нарушение развития». Еще раз, в очередной раз мы будем формировать специальный выпуск номера журнала «Аутизм и нарушение развития». И всех спикеров, всех экспертов сегодняшних мы приглашаем опубликовать свои материалы, а также мы приглашаем тех, кого, кто сегодня был простым участником. Вполне возможно, что у вас уровень вашего опыта позволит это сделать. Мы это знаем, что у вас есть у многих очень хорошие наработки. Ну и в завершении я хотел бы поблагодарить блестящую команду, мою команду Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, потому что подготовка была очень долгая, очень интересная к фестивалю, к сегодняшнему семинару. Ну а сегодня мы столкнулись с такими техническими непредсказуемыми сложностями, связанными с работой хакеров, по-видимому, что это было настоящее испытание для нашей команды, но команда вышла с честью и достоинством из этого испытания. Я благодарю мою замечательную команду. Коллеги, всем большое спасибо. И Евгения, в том числе и вам. Спасибо большое, Артур Валерьевич. Да, мы сегодня испытали тот опыт, который, наверное, испытывает любой человек с аутизмом, когда пытается попасть на какую-нибудь новую платформу, и у него ничего не получается. Все мы эти эмоции сегодня пережили. Этот опыт, он тоже ценен, он важен. Иногда важно побывать в шкуре человека, который тревожится очень-очень сильно там, где человек без особенностей не заметит ничего, да, и просто примет какое-то решение. Сегодня было сложно. Мы справились со всем. Мы очень рады тому, что так много нас сегодня было. У нас 16 тысяч уникальных просмотров в ВК. Большое спасибо всем за такое действительно огромный интерес и доверие. Да, и мы будем счастливы видеть вас и дальше, и на мероприятиях ФРЦ, и на всех мероприятиях фестиваля «Люди как люди». И надеемся, что участников и посетителей фестиваля с каждым годом будет все больше и больше. Регионов все больше и больше будет присоединяться. И мы с вами будем помогать делать мир более доступным для людей с аутизмом и для всех остальных детей и людей. Спасибо большое, Евгения. Спасибо еще раз. Друзья, вам всем большое спасибо. Я очень надеюсь на то, что мы увидимся в ближайшие дни, завтра и послезавтра. Всем хорошего вечера и до завтра. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok